Говорили про Крым иммигрантов и избегали вопроса о выходе из Евросоюза. Это о первых дебатах кандидатов президенты Франции. В них принимали участие 5 из 11 претендентов. Пригласили самых рейтинговых среди лидеров соцопросов правоцентрист Франсуа Фион, глава Национального фронта Марин Ле Пен и социал-либерал Эммануэль Макрон. Кто оказался наиболее убедительным, расскажет Елена Абрамович. Полный зал и почти 10 миллионов телезрителей. Прямой эфир, 5 кандидатов, но главных соперников 3 – Ле Пен, Макрон и Фион. Последние еще несколько месяцев назад лидировал в гонке. Теперь он менее уверен и только поджимает губы, когда другие кандидаты обещают запретить депутатам нанимать на работу членов семьи. Именно этим и согрешил Фион, поплатившись рейтингом. Зато на высоте себя чувствует Ле Пен и, не стесняясь, всех перебивает. Фион задел Ле Пен, поднял тему, которую она старательно избегала, обещанный ею выход Франции из ЕС. После провала на голландских выборах евроскептика Герта Вильдерса, лидер Нацфронта больше не педалирует этот вопрос, зато рассказывает о плане экономического патриотизма и великой Франции. Я хочу быть президентом Французской Республики, но настоящий. Я не хочу управлять тем, что стало размытым регионом Европейского Союза. Я не желаю занять кресло вице-канцлера госпожи Меркель. Немецкого лидера на дебатах вспоминали еще не раз. Одной из самых горячих тем стала миграционная политика. Ле Пен задалась целью отбить у мигрантов охоту приезжать. А социал-либерал Эммануэль Макрон высказался за создание благоприятных условий для тех, кто официально просит убежища. В ответ ему напомнили о фрау Меркель. Я полностью не согласен с господином Макроном, который похвалил канцлера Германии за миграционную политику, когда был в Берлине. Политика Меркель создала огромные проблемы. Ее критикуют даже союзники канцлера в стране. Ле Пен же упрекнула Макрона за Буркини. Пляжный мусульманский костюм. Последний, за словом, в карман не полез. Эта ловушка превратит Буркини в предмет грандиозного спора. Это разделяет общество, делает врагами республики 4 миллиона французских мужчин и женщин, которые исповедуют ислам. Вспомнили на дебатах и об Украине. Франсуа Фийон заговорил о Крыме. Он высказался за сотрудничество с Москвой. Это не оценил Макрон, который заявил о нежелании идти на компромисс с Путиным. Дебаты длились три часа. ТВ-опрос победителем назвал Эммануэль Макрона. А онлайн-опрос газеты Фигаро Франсуа Фийона. Популярное издание «Политика» подрезюмировало – все прошло без нокаутов. Макрон был наиболее подготовлен, но не удивил. Ле Пен вела себя уверенно, но сдержанно. А Фийон слабо, но все-таки напомнил телезрителям о своем мастерстве парировать выпады в свой же адрес, чем когда-то и завоевал любовь избирателей. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Европейское бюро телеканала «Интер». Продолжение следует...